Всем привет! Сегодня у нас будет нечто необычное. В данной серии роликов мы попробуем дать старым консолям новую жизнь при помощи всяческих модификаций или же найти новую цель. Данное видео довольно экспериментально, поэтому, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что бы вы хотели дополнить в следующих таких видео. Я не был грибом. Что ж, сегодняшним нашим гостем будет PlayStation 2. PlayStation 2 вышла 4 марта 2000 года. Является одной из первых консолей шестого поколения. Использует DVD диски для видеоигр и вообще это лучшая консоль всех времен и народов. Не думаю, что мне нужно что-то еще озвучивать. Давайте посмотрим, что мы имеем после около 20 лет ее жизни. Большинство консолей убито в хлам, последние модели урезаны и якобы не могут быть прошиты. Пробуем уже что-то с ней сделать. Погнали! Первое, что приходит в голову, так это если у вас есть чипованная PS2 и она все еще жива, перестаньте ее включать с этой же минуты, окей? Все дело в том, что чипованные консоли имеют риск того, что они сгорят к хренам собачьим, особенно сейчас. Особенно если у вас дешевый чип и особенно если у вас древний чип. Прошивка PlayStation 2 работает так, что чип припаивается к элементам консоли и соединяется с их важными частями. И одной из них является процессор. Чип обманывает консоль, давая ложные сигналы процессору. И если же чип заглохнет, сигналы перестанут подаваться. Из-за чего ваша PlayStation перестанет запускаться. И здесь высока вероятность смерти процессора. Во время чиповки PlayStation также очень важны сами навыки паяющего. Ибо если он паяет, как какая-то свинья, то высока вероятность проблем в будущем. А также проблема человека, что все это будет чинить. И в наше время, чтобы такой херней больше не заниматься, хакеры не по годам придумали такую прекрасную вещь, как FreeMC Boot. Модификация имеет свое начало еще с запуска PlayStation 2. Да-да! В далекие-далекие времена, когда PlayStation 2 только вышла, запуск, разумеется, был негладкий. У консоли были проблемы с биосом консоли или дискридера. Точнее, биос обновили, и новые игры не работали с старым. Для этого, что не упустила карты памяти с обновлением биоса. И именно отсюда растут ноги FreeMC Boot. Пираты использовали данную лазейку в системе, и как я это понимаю, FreeMC Boot загружает свой биос в консоль, тем самым взламывая ее. И это вводит пиратство на новый уровень. Потому что больше вам не нужно учиться 6 лет в ПТУ или 3 месяца в гараже у деда, чтобы понять, как паять микросхемы. Никаких вам схем PS2 и покупки какого-то говна с Алиэкспресс. А, ой, ну тут уже никак. Благодаря FreeMC Boot устраняется риск смерти консоли из-за каличного чипа, что собрал лаван по советскому учебнику. Есть лишь риск, что вы решите сами накатить экспериментального бета-альфа-тест вечерний билд-версию FreeMC Boot, и консоль у нас станет полный кирдык. Экономить 100-500 рублей на FreeMC Boot смысла нет. Вы можете записать его на вашу консоль и прошить свою карту памяти. Но, как мне кажется, легче не устраивать себя геморрой на ровном месте и заказать карточку FreeMC Boot на Алике. Благодаря этому вы сохраните все нервы, и, кстати, вы даже сможете играть в игры с флешки. И даже если у вас полностью рабочий привод, что никак не заносился за эти 20 лет, и вообще к вам приходил дядя Вован, что все почистил и починил, поверьте, приводы имеют свойство ломаться. Особенно спустя 20 лет. Также FreeMC Boot дает возможность играть с флешки, что позволяет сохранить целостность привода. Но даже у игры с флешки имеется большой недостаток. Скорость USB 1.0 оставляет желать лучшего. При игре с флешки у вас могут возникать другие трудности с загрузками и видеокат-сценами. Также, по словам геймеров, консоль иногда зависает на видеокат-сценах, но чтобы это исправить, достаточно ее перезагрузить. Вроде и небольшой недостаток, но все равно неприятно. Поэтому на сцену выходит новейшая технология. Разницы между ними я не знаю. MX-4 SAO и MSC-2 SAO. Мод представляет из себя подобие конвертера. Еще более недавно, чем даже FreeMC Boot, если в 2017 еще не было FreeMC Boot, я хз. Народные умельцы в лице VC, Maximus32, Decid и Takashi придумали говорить карты памяти и пихать туда microSD-разъем. Да-да, они буквально это и делают. Зачем? Кому это пришло в голову? А че нет-то? Теперь вы можете даже не думать о дисках, флешках и записи игр по-китайски. Просто скачали образ игры, допустим, на телефоне, закинули на флешку, флешку в карту памяти, и вот вы уже играете в Devil May Cry 3. Вы можете спокойно менять карты памяти, никаких смен формата файлов и прошивок. Все настолько просто. Хотя, нет, вру все же. Вам понадобится специфическая версия OPL. Но обычно на Алике есть карты памяти FreeMC Boot все в одном. Покопайтесь там и, может, найдете сборник с OPL 1.1.0. Программа будет автоматически находить игры на вашей SD-карте. Теперь можно обговорить, что вам делать, если у вас модель старше 8000-й или 9000-й ревизии. Без разницы, они обе обрезаны по самый край и больше. Как кому-то известно, а кому-то нет, эта версия не поддержит FreeMC Boot, но... Давным-давно я видел на ютубе одну лазейку, что позволит вам через маленький, не совсем сложный костыль, поставить на вашу PS2 FreeMC Boot и прочие прелести. Ссылка на такой гайд будет в описании, как и на карты памяти FreeMC Boot и прочие модификации, указанные в этом видео. Еще вы можете заморочиться по полной, если вы миллионер, и купить апскейлер. Апскейлер это прибруда, что позволит полностью настроить картинку любой вашей консоли. Цвет, резкость и многое другое. И также она позволяет вашей PlayStation выдавать натуральные 1080p. И даже больше! Это довольно интересная штуковина, и если вы заинтересованы, то можете взять. Плюс этой вещи в том, что вам не нужно возиться с аппаратными модификациями на HDMI. И еще эту штуку можно использовать на других ваших ретро-консолях. Обычно они довольно дорогие. Такие артефакты, как XRGB в мини-фраймейстер, стоят по 400 долларов. И это только за БУ. Но! Есть и более бюджетные варианты, вроде Universal Retro Scaler, что будет стоить все еще дорого, но хотя бы не 1000 долларов. Я лично рекомендую каждому коллекционеру в определенный момент отказаться от еще одной Nintendo 3DS и купить конвертер. Ибо вещь довольно полезная. Также, как самое вкусненькое, на PlayStation 2 можно играть в онлайн! Через большой и неудобный костыль. И это будет не так просто, как ставить в карту памяти. И список игр состоит из двух или трех. Но все же! Для ретро-консолей есть сеть Xlinkai, что позволяет игрокам со всего мира играть в разные старые игры, где уже отключили поддержку онлайна. Играть по онлайну! Да-да! Для этого вам понадобится скачать программу Xlinkai на ваш ПК и соединить ПК с вашей PS2. Запустить игру, где доступна игра по локальной сети, ну или в онлайне. Войти в сеть и найти напарников. Я пытался промернуть такое на PS3, но, к сожалению, там почти никого не было. Лишь 13 человек играли в Gran Turismo 5. Но, как я помню, у PlayStation 2 довольно большой онлайн там временами. Так что в пятницу вечером или у третьцовом у вас есть шанс поиграть в онлайне на PS2. Ссылки на видео по настройке для PS2 я найти не смогу. Но, надеюсь, с переводчиком вам удастся разобраться, что там да как. Также не стоит забывать, что у PS2 есть потрясающая возможность в виде запуска игр с PS1. Это превращает одну консоль в две. Разумеется, PS3 тоже так может. Но если у вас и нету, как и ПК, то это довольно жирный плюс. Теперь давайте же решим, зачем сейчас простому обывателю покупать PS2. Всё довольно просто. PlayStation 2 это довольно дешёвое и простое развлечение, что обычно стоит около 2000 рублей. Плюс ещё 500 рублей за фреймси-бут и карту памяти MX4 SIO. И вот у вас есть дешёвое развлечение под вечер. Огромная библиотека игр, что накопилась за долгую жизнь в PS2. Для новичков это прекрасная возможность познакомиться с классикой на оригинальном железе. А для уже работяг с завода это шанс вспомнить детство и отдохнуть без бутылки пива под вородов танкс. Блять, я почти проник здесь сделал. И помните, я в начале видео говорил, что на PS2 9-ти тысячной ревизии можно запустить фреймси-бут? Сейчас мы про это и поговорим. Фортуна. Проект был запущен чуваком под ником Кратос. С ноль вместо О. Вот так вот. Как я понял, он довольно расширился и теперь у меня такие версии, как Опентуна, Фонтуна, Фортуна 9.9 и я думаю, это лишь самые популярные. Если вы спросите меня, в чём их разница, честно, я не знаю. Выглядят они идентично, то есть никакого интерфейса, лишь оболочка эльф и запуск игр напрямую. Возможно, некоторые поддерживают разные версии и имеют более простую установку, но я так не думаю. Как я и говорил, у проектов Фортуна менее приятный интерфейс, но он нам позволяет запускать вам игры через ОПЛ. И главная особенность Фортуны в том, что она работает там, где фреймси-бут нет, то есть на Slim моделях 8 и 9 ревизии. И благодаря этой особенности, как я говорил в начале видео, можно поставить на PS2 Slim 9-ти тысячной серии фреймси-бут через Фортуну. Вот такой вот круговорот пиратства. Работает это так, что вы ставите Фортуну, потом ставите карту памяти с фреймси-бут, заходите в меню и запускаете фреймси-бут. Довольно геморно, и не факт, что после этого оно будет работать на запуске, то есть включил и сразу фреймси-бут. Вроде как и на самом проекте Фортуна, все эти действия нужно проворачивать каждый раз сначала. То есть запустил консоль, запустил Фортуну и только потом фреймси-бут. Рекомендую вам самим проверить, ваша PS2 от этого не сгорит. Также напоследок стоит упомянуть о возможности подключить ваши контроллеры PS2 через Uno Retro Bluetooth адаптер. Вот это технология, не правда ли? Разумеется, переделать ваш контроллер не получится. Такие можно заказать на Алиэкспрессе, и по словам покупателей, работают они довольно хорошо. С их помощью можно также играть на PS1. Работает все примерно так. Вы вставляете в разъем адаптер Uno Retro и подключаете свой контроллер. Можно играть. Довольно прикольно, что с этими адаптерами не нужно сидеть вплотную перед телеком. Когда я играл в PS2, меня это немного напрягало, ибо у меня провод от второго дуалшока не дотягивался так, чтобы я смог откинуться на спинку дивана и играть. Из-за чего, когда я купил PS3, мне это вошло в привычку. Я также сидел вплотную к телевизору, сгорбленный, в три погибли, проходил Devil May Cry. Гайды видео я не делал, потому что у меня нет PS2. Да и если бы я их добавлял, то видео бы затянулось минут на 40, если не на все 20. Что ж, спасибо вам всем за просмотр, всем удачи и всем пока!